Дворец культуры Дворец культуры, химии. Конечно, это наше лицо. Не только город, но и районы. И даже, я бы сказал, Московской области. Потому что те коллективы, которые здесь у нас присутствуют, которые занимаются, они, конечно, формируют лицо. И в этом большая ваша заслуга. Спасибо вам за то, что вы есть, за вашу работу. И надеюсь, что у нас все впереди. Поздравляем от всей души, от всей сердца. С днем рождения. С утра творческий коллектив украшал дворец к приходу именинницы. В подарки коллеги вложили всю любовь, которая на протяжении многих лет остается взаимной и плодотворной. Они поздравляли, пели тут песни, читали там стихи. И я думаю, какой я счастливый человек, что вот это каждый год я слышу и чувствую, что они меня любят. И я их, конечно, безмерно всех люблю. В этот день Аллы Георгиевны удостоилась звания «Многодетная мама». Так ласково назвали ее коллеги. Во Дворце культуры химик выросли династии Конкасовых, Катасоновых, в том числе и Светлана Белоуз. Папа приходил на репетиции, приносил меня сюда, во Дворец культуры, на сцене. Так же, как вот мы сейчас наших детей и внуков воспитываем, оставляли на пианино, на рояле клали за кулисами. А папа выходил на сцену, выступал Алла Георгиевна. И Алла Георгиевна, и другие руководители нянчились с нами. Особые слова поздравления от руководства городского поселения Воскресенск. Алла Георгиевна Орлова родилась в годы войны в Саранске. В детстве пела, плясала, была ведущей. После окончания школы окончила Московский институт культуры. В 1965 году она работала в ДК «Химик», заведующей отделом по работе с детьми, художественным руководителем, заместителем директора. В 1973 году Алла Георгиевна возглавила Дворец культуры. Грандиозный праздник, который проводится каждый год. Открытие творческого сезона «Ее идея». Это такой дает заряд всему коллективу, потому что мы готовимся, мы открываем его, а потом уже не даем возможности остановиться, пока уже заканчивается год. И вот тот, что коллектив существует сейчас в Дворце культуры «Химик», это, конечно, в первую очередь заслуга, естественно, Алла Георгиевна. Потому что, ну не может быть такого профессионального уровня, если директор не настолько профессионален. Раз. Второе, просто надо любить. Она любит просто своих работников, она любит свой коллектив. Мало того, что она за них стоит горой. Это настоящий директор. Она прекрасно понимает наши возможности, что мы можем сделать, что в силу каких-то причин не можем. И не требует невозможного. Но подходит очень творчески к постановке задач. И поэтому с ней очень легко работать. В этот день Алла Георгиевна заслужила много слов, поздравлений, пожеланий. Каждый хотел не только поделиться теплом, но ощутить ее лице большого друга. Папа мой очень любил Аллу Георгиевну. Вот уж про них можно было сказать, что они друзья. Он очень любил Аллу Георгиевну. И обменивались они поздравлениями, пожеланиями регулярно. Папка поздравлял ее. Она всегда очень тепло к нему относилась. И, видно, часть этого тепла на меня передалась. Дворец культуры для Аллы Георгиевны – это и второй дом. Место, которое делает ее счастливой. Помимо работы, она находит время для чтения книг, посещения выставок, концертов. Я считаю, что нужно делать добро. Вот это мой девиз. Потому что мы живем один раз. Надо так, чтобы о тебе помнили, чтобы и ты делала добро и получала от этого удовлетворения. Воскресинский телеканал «Искрывект» присоединяется к поздравлениям. И желает Алле Георгиевне исполнения желаний, здоровья, осуществления творческих планов и аплодисментов в ее честь. Евгения Светлая, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.